Жил-был отец, а с ним два сына. Растил их в послушании он. В любви, труде и вере в Бога каждый из мальчонка был взращен. Вот дети подросли, и младший, достигший юности своей, отца спросил, доля в наследстве, когда уж может быть моей? Отец ответил, по закону решаю я, когда раздам, и будет так, что все наследство я поделю вам пополам. А сын спросил, могу сегодня свое себе заполучить? Ведь это, если все же возможно, хочу свою жизнью жить. Я не хочу, как все привыкли, сады и пастбище кругом, ведь моя жизнь проходит мимо, а я мечтаю о другом. Хочу найти свой смысл по жизни, свое призвание, свой удел. Не откажи отец мне в просьбе, и так я много лет терпел. Отец внимательно послушал, вздохнувши встал и огласил, Иди, сынок, ты был послушен, и часть наследства отделил. Брат младший распродал наследство, судьбу отправился искать. День от дня он удалялся, и дом свой начал забывать. Друзья нашлись, все показали, наставили, как надо жить. Не думай много ты про завтра, учись, попроще к жизни быть. Блудницы, пьянство и безделье, да наставление за вином. Пытался чем-то заниматься, так деньги есть, займусь потом. Но недолго в жизни длился праздник, и наступил однажды день, не стало денег, хлеба, одна тоска, унынье, лень. Друзья ушли, ушла надежда чего-то в жизни там достичь, и получил он горький опыт, жизнь без ошибок не прожить. Пошел искать себе работу, в работники никто не брал, уж слишком много кривотолков он жизнь всем своей давал. Тут друг один поиздевался, работу дам, пасти свиней. Свиней, то грех не по закону, поверь, не станешь ты грешней. Вот так случилось, и уж скоро наследник стал свиней пасти. Но за неделю, получая, не мог на хлеб он наскрести. И когда друг и благодетель, что от голодной жизни спас, встречал с друзьями, наследник, классный свинопас. И вот теперь хватало время, чтоб поразмыслить о себе, чтоб вспомнить об отце, о Боге, подумать о своей судьбе. Он в мыслях часто возвращался, теперь к отцу, в родимый дом, душой и телом туда рвался. Ведь, как был раньше, счастлив в нем. Он чрево рад набить рожками, но их никто им не давал. От них жерели только свиньи, а он, как прежде, голодал. Не раз он слезы проливая, к отцу бы был вернуться рад. Нет, выбор сделан, я не могу прийти назад. Но время шло, не стало силы, уж голод больше превозмочь. Пойду наймусь к отцу работать, и сыт, и рад ему помочь. Пускай не может он, как раньше, меня любить им в дом принять. Но буду находиться рядом, уже за милость почитать. И сын пошел. Пускай я блудный, пусть буду меньше из рабов. Пошел он духом сокрушенный, смиренный сердцем, в путь готов. Сын по дороге побирался, работу всякую исполнял, Чтоб лишь поесть, набраться силы, скорей себя он подгонял. И вот уже перед глазами родные пашни, мылый двор, Хоть стыд ужасно давит сердце, сейчас узнают, вот позор. Вдали отец пристально смотрит, не почудилась ли ему? Фигура сына на дороге, дрожа, весь бросился к нему. Уже не чаял он увидеть, сыночек, милый, мой родной. Забить лица, сегодня праздник, вернулся сын ко мне домой. Упал на грудь родного сына, уж ноги больше не могли держать. А слезы радости и счастья все по щекам текли опять. И он гречит бегущим слугам, сегодня праздник в горле ком. Достаньте лучшие одежды, пропащий сын вернулся в дом. Сын говорил, отец, не смею я поднять на тебя глаза пред небом, и тобой виновен. Я каюсь, и течет слеза. Я уходил, не зная правды и ведомой пагубой греха. Я видел жизнь вдали от дома, и что познал, все чепуха. Я не достоин называться больше сыном, я твой раб. Вдали от Бога, на чужбине и без любви я так ослаб. Но говорил отец с любовью, не раб, а сын ты, будь со мной. Тому я радоваться буду, что ты был мертв, а стал живой. Так любит нас отец безмерно, всегда к себе принять готов. Ему не надо оправданий, не надо дорогих даров. Он любит всех, и дочь, и сына, не хочет смерти никого. Его любовь сильнее мира, прощает всех до одного. Аминь.